Привет, друзья! Я в своей деревне, в Ленинградской области, иду к маме с пакетом гостинцы и подарки. И сегодня они готовы посидеть, на камеру поговорить, поэтому я вас приглашаю. Погода у нас немножко дождливая. То дождик польёт, то остановится. Сейчас вот пока нету. С этой недели обещали дожди. Это я. Открывайте. Поняли, поняли. Ага. Что-то не открывается. Ага. Всё, всё, здравствуйте, дорогие родители. Так, я разуваюсь, да? Нет, нет, нет. Нет, 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 идёшь. Ну как это, мам? Я сказала, так идёшь, значит, так идёшь. Руки мыть сразу. Идёшь. Вот так вот. Жестоко. Мам, я подарки принесла. Сейчас я это... Ага, давай, держи. Ну разбирать, наверное, будем без камеры, потому что прошлый опыт показал, что на камеру лучше не разбирать. Мама, я иду руки мыть. Сейчас пойдём на кухню. Ты меня снимаешь? Да, немножко. Духами у вас пахнет замечательно. Люди писали. Когда уже мы будем смотреть чайный гриб на маминой кухне? Друзья, представьте, вот он, чайный гриб на маминой кухне. Ой, вкусно. Сейчас пойду помою ручки. Там алкоголя до 4 градусов. Как пиво получается. Да-да-да, там как пиво. И когда мне грустно... А они хитрые-то слушают? И хитрые, и нехитрые все слушают. Когда мне грустно, да, и бывает... Ну, плаксивость, да. Я попью этого гриба. Правда, ещё обычно мне грустно. И завтракали в обед. Я завтрак, обед и ужин грустно, чтобы попить гриба. И поем, и поем. Ты знаешь, мне легче, легче, легче. Так, мам, я на секунду отключаю, иду мыть руки, выкладываю подарки, а потом обратно включу. Ладно? Мам, я тебе хочу один комментарий прочитать. Вот, он меня впечатлил. Ну, тебя он тоже впечатлил, но я сейчас хочу прямо на камеру прочитать. Это я тут... Мы шли по улице с Мией и встретили человека, очень похожего на моего мужа. Издалека так вообще просто. Та же осанка, такая же, ну, сидит, и такие же волосы со спины. И спина такая же. Вот. И, ну, я это сняла немножко на камеру. И вот, значит, женщина мне пишет сейчас. Когда-то давно, в 2003 году, мой муж приехал в Россию один, ничего не говоря мне. Приехал практически не зная русского языка. Так приехал в Москву, прилетел. Потом поездом в Нижний Новгород. А нас дома-то и не было. Мы были на даче. Спросил у соседей, где дача. Так поехал на электричке практически в Матавилово, Нижегородской области. Сторусская. А мы же с Матавилово, да, вот поэтому меня это и заинтересовало. И заходит в дом. Я от неожиданности лишилась дара речи. В общем, рассердилась. Он по-русски говорил только два с половиной слова. После этого я начала учить его русскому. Научила писать, читать и говорить. Мужа нет в живых, а воспоминания остались. Я пишу, вы тоже из Матавилова, и мы оттуда. История супер. Там же до Матавилова еще от станции Сережи надо добираться. А из какой страны ваш муж прилетел? Мой тоже может такое учудить. Поэтому я сперва и решила, что это Саши. Ой, господи, я такая дикая. Я не знаю, что делать. А что? Да я тут это, понимаешь, они комментарии, как будто бы я должна написать. Не туда нажала. Я не пишу комментарии вообще почти что. Так, вот Светлана... Да что ж такое-то. Сейчас. Читать дальше. Светлана пишет. У нас дача в Авторусском. Это очень рядом с Матавиловым. А муж прилетел из Штатов. Я так разозлилась, он совершенно не знал русский язык. И ведь нашел все. Доехал, поймал машину от станции Сережа. И его довезли до церкви. А там ему объяснили. Также на пальцах ребятишки местные. И проводили его уже до нас. Так. Я пишу... А, нет, она пишет. А сама я из Нижнего Новгорода. Но если ваш приедет к вам, я не удивлюсь. Но за Сашей я не беспокоюсь. Он жил везде, по всему миру почти. Так что справиться. Я ей отвечаю. Моя мама под огромным впечатлением от вашего комментария. Так взволновалась. Подумала, может, вы знакомы или есть общие знакомые. Ведь у нас в Матавилове не было церкви. Мы все ходили в Авторусское. Там, ну, детей крестили, да. Все друг друга знали. Она пишет. Не знаю, вряд ли. Мама моя, царство ей небесное. В церковь ходила, но не часто. Я вроде не слышала, чтобы она многих даже во вторусском знала. Хотя дача у нас там уже очень давно. На последнем порядке. Который ближе к лесу, к реке Сережи. Моих родителей звали Евдокия и Александр Денисевичи. Денисевич, вот, не знаю. А дело в том, что вторусские ребята, там только четыре класса. И они потом приходили к нам в Матавилово доучиваться. А вот она пишет. Брат у меня тоже был Дмитрий. Ну, а я Света. Спросите у мамы. Может, она их знала. Может быть, один колесов. Маме вашей огромнейший привет и поклон. И Свете этой огромнейшей. А сколько ей лет спросите? Ой, не знаю. Папа в церковь ходил очень часто. Каждый день практически. И каждую службу дружил с батюшкой. А знакомые общие наверняка есть. Я пишу. Я спрошу маму. Может, знали. Мы в Матавилове жили на улице, которая тогда называлась Мочелиха. Господи, да что ж такое-то? А Светлана пишет. Я не понимаю. Чего я не так тыкаю? Чего я не туда делаю? А мы на лесной. На лесной улице они жили. А где мы кто? Спросите, конечно. Не зря же нас вселенная сводит. Значит, что-то в этом есть наверняка. Дайте знать, как будет возможность. Вот, Светлана, специально я разыскала ваш комментарий, чтобы с мамой поговорить про ее деревню и про вашу тоже. В общем, прямо у Сережи моя бабушка Монахова. Фамилия моя урожденная, я урожденная Монахова. Надежда Викторовна, отец Виктор. И там как раз у Сережи. Это во второском, скажи. Во второском, во второском, да. Она же тоже во второском, говорит. Прямо у Сережи, вот их дача. Последний порядок, улица Лесная. Так это в Мотовилове, может быть. Нет, она пишет, что во второском. А, в второском, в второском. И как раз во второском это Монаховы были. Вот моя там бабушка, я туда еще и маленькая к ним ходила. И там огороды за домик. Домики, конечно, маленькие, мы же все нищенькие были. Вот, и к бабушке ходила. А потом сразу лес начинается. Сережа, Сережа, речка, и лес. Вот, так что очень даже может быть это самое. А если Дмитрий, у нее брат, может быть, Димка Лисов, он с нами учился. Нет, Денисеич, она написала. Да, Светлане, я хочу сказать, я 1945 года. Мой муж 1946. А я почему с ними оказалась, я болела целый год. Ну, тогда никто не лечил. И хочешь живи, хочешь не живи. И я ни разу не видела, Ира, чтобы кто-то медик ли приходил ко мне. Ни разу никого. А у меня память, наверное, что у вас фельдшеров. Фельдшеров не было, что ли, там? Ну, не приглашали, значит. Я болела, болела, кашляла. Моя мама, я думаю, каклюш мне признали. Я не помню, чтобы я в больницу, или меня водили, или еще куда. Каклюш, потому что кашляю. Вот и каклюш. А может быть, это и не каклюш, была бронхит, или пневмония. И болела очень сильно. А лечить-то чем? Нечем было лечить-то. И единственное, чего это кипяченое молоко с салом, с этим, ну, с нутряным. Ребенку это дать, это совершенно не лекарство. Но Бог решил, что я должна жить. И выздоровела к лету, целый год болела. И с ними пошла 46-м годом в школу. Зато отличница была, самая, похвальный грамот. Потом, это самое, и за первый класс, и за второй класс. И везде меня хвалили, и книги, и все, и карандаши. Вот, все давали. Вот, очень мне понравилось быть отличницей. Говорить не о чем. И я удивлялась, вот кто. Бе-ме, бе-ме у доски, да. А, кстати, зрение у меня тогда хорошее, значит, было. Потому что на самой последней парте сидела, все видела на доске. Сейчас я слепая это. Вот, и когда бегают, бегают и мекают, да, господи, да неужели непонятно, что это там. Вот, так что мне учиться нравилось. Хорошо, учиться легче, чем учиться плохо. Вот, и, кстати, тоже можно рассказать? Конечно, конечно. Здесь хорошо, здесь хорошо. А, вот, это самое, я все понимала. Русский, литературу, там, ну, все, черчение, физику, математику, все-все понимала. Что ты хочешь? До седлого класса, химия. До сих пор удивляюсь, вот, ну, дуб-дубом, как это я не могу. Еще английский, о, не английский, мы французский, да, французский. Когда Лидия рассказала, она говорит, да зубри, да и все. Чего я не додумалась тогда. Я, мне казалось, я должна понять. А вот химию, и везде химия, у меня тройка уже была. И по-французскому тройка. Ну, ничего, выучилась, выучилась на медсестру. Очень-очень прекрасная профессия, слава богу. Вот, теперь пьюсь. А я маме рассказывала, а тебе, может быть, не рассказывала. В этом году в Гуа лежу, значит, загораю, подходят ко мне трое человек и говорят, здравствуйте, вы вот снимаете, иногда у вас света недостаточно. Мы вам привезли такую, ну, лампочку на батарейках специальную. И говорят, кстати, мы с авторусского. Так, ну, а не слышали в каких-то моих видео? Ир, где вот конфеты? Так, держи. Можно туда ручом? Бери, бери, конечно, бери. Спасибо. Ну, и чего? Вот, ну, понимаешь, земляки. А они фамилию ничего не назвали, да? Чего? Фамилию? Нет, по-моему, не назвали. Но они молодые. Ну, да. Ну, помоложе меня немножко. Ну, это средние. Ну, все равно, может быть, родители, родители. Так интересно. Это очень интересно. Это, знаешь, чудеса. Ну, не чудеса, но это здорово. Очень здорово. Это чудеса. Какие это чудеса? Если мы там родились, мы не одни там родились. Ну, чтобы она выйдет и встретится. Думать надо. Это чудеса, Ира. А давайте, я пока не забыла, давайте мы сейчас Саше позвоним немножечко. Давай, давай. Раз уж вы там по-французски умеете, так и скажите ему бонжур, да? Нет, нет, нет. Мы потом... Как он был под впечатлением, когда первый раз пришел сюда, весь такой в кольцах. Мама тогда еще видела, да? Да. В кольцах с длинными волосами, в серьгах, в джипамалах. Мама такая бонжур, книга, хотите в 10 утра? И он потом, какая у тебя мама хорошая, с утра шнапс предлагает. Шнапсом он это назвал. Я говорю, так она не всегда, она только когда я женихов привожу, вот таких вот. По обычным женихам ты, по-моему, так это не терялась. Я ни одного жениха не угощала. Во-первых, я начала уметь готовить коньяк с 90-го года. Ты уже замужем вовсю была. Муж, он у меня просто обозван тут муж. Дарвин, хэллоу, мейк видео. Саши, хэллоу, хэллоу. Хэллоу. Сейчас, сейчас. Привет, Саши. Хао ю, хэллоу. Хэллоу. Видишь его? Хэллоу. Хэллоу, хэллоу. Как дела, Криви? Гуд монинг, можно сказать? Можно. Гуд монинг, гуд монинг. Гуд монинг. Саши, пиши. Привет, привет. О, привет, дарьпорт. Ой, привет, Саши. Мы здесь чай пьем. Чай пьем, Саши. Спасибо, спасибо, Боже. Привет. I love you. Как ты там? Скучаешь? Вот друг друга не перебил. Окей, папа, окей. А, you at home? Окей, окей. They very happy. We drinking чай? А ты покажи чай. Ага. Ну чего, чай-то он видел. Ладно, давай, папа, все, пока тогда. Да. Окей, пока. Goodbye, 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 goodbye. Goodbye, папа. Goodbye, bye, bye. Bye, bye, Саши. Много мы чего умеем. Ну, короче, он сказал, что все хорошо, вам привет, все такое. Он сейчас дома отдыхает. Ой, они спросили. Маша там затопила, а все не было. Да, да, он мне рассказывает, мы же созваниваемся каждое утро, это ужасные потопы такие, конечно, на севере. Там смертей много погибло, людей, 150, кажется, человек. Да, да, прямо машины падали, асфальт, дома падали, прямо в этот потоп. Тут везде, весь мир сейчас завтра завтра, весь по всему миру. А ты пишешь? Да, я пишу, мама, я пишу. Вот, это ужас, ужас, и всех жалко, и там жалко, и в той точке жалко, всех людей жалко, и нас жалко. Вот, потому что, ну, всякие случаи бывают. Ну, давайте о хорошем. Давайте о хорошем, да. День да наш. Мы с Наташей, вот какая наша девиз, день да наш. Вот, живем и днем днем. Конечно, да. День да наш. Молимся, молимся. Так же и в Гиблии даже сказано, да, что живите, как лилия. Молимся, молимся, да. Очень-очень помогает молитва, очень помогает. Вот, хотела я рассказать. Можно рассказать, да? Конечно, конечно. Доктор Малышева со своей командой, со своей командой говорит, Бог или природа дали жизни нам до 40 лет, и потом это самое, уже о нас не заботятся. Вот, и то, что человеку живет чуть-чуть больше, благодаря там лекарствам и все прочее. Мое мнение, во-первых, лекарства тоже Бог помог создать-то. Вот, например, чашка Петри. Почему? Вот какая-то там среда, а потом чего-то попало. Йоколомэна, пеницерин оказался. Мама, Аполь Брэк прожил до 96 лет безо всяких лекарств. И умер, катаясь на этой, на серфинге, да, на флоридской волне, разбился. Вот такой вот. Очень даже заботится природой. А Ахфеллер прожил больше 100 лет. Но, правда, ему несколько раз сердце меняли. А вот ты ешь таблетки? Вот ты хорошо выглядишь. Ну, вот мама говорит, что Малышева говорит, что надо... У меня-то вывод-то какой. Что, Бог-то все равно нас не забывает. И каждый день я чувствую, что Он помогает. Так что нас не кинули. Ну, вот посмотрите, допустим, у меня муж. Спина прямая. Со спины вообще, вот если смотреть, там, как юноша стремительный. Я его догнать не могу, запыхиваюсь. Я как будто его личный хомяк сзади бегу. Вот. И он ни разу не лежал в больницах. Он никаких таблеток не ест практически. Ну, никогда. Только если ему уже скучно, он идет со мной в тибетскую клинику. И тоже идет ко врачу. А жаловаться не на что. И говорит, вот если я в гору долго сбираюсь, я начинаю задыхаться. Ага. А врач говорит, так тебе 72. Вот такая у него генетика. У него из всех лекарств... У меня там две коробки, на всякий случай, всяких лекарств. А у него из всех лекарств. Золотая звезда, звездочка, бальзам. А можно сказать, я как медик. У него, если было бы лишнего веса лет килограмм 30-40, задыхался бы в гору бежать. Ну, если бы. Вот. Мам, ну я к тому, что и худые в больницах лежат, и едят таблетки. Но вот у него такая генетика, как мне кажется. Ну, какая генетика? Старший брат умер, не дожив до 70 лет. Какая генетика? Карма. Карма. Потом его близнец тоже. То ли умер, то ли что. Ну, там с близнецом сложная история. Он сам себе здоровье портил. А с другой стороны, и Бог помогает. А я хочу сказать про Бога. Пусть это, я не считаю, что, в смысле, я не против Бога, но у меня такая мысль. Чего же Бог допускает на той же Украине войну между двумя, одна, как, однобожной, ну, одной религией, людьми, одной религии. Знаешь, чего? Есть еще в природе дьяволы, сатана, бесы. То есть, если на скверху свалить? Да. А куда деваться-то, если есть? Куда деваться? А вообще, мне нравится выражение, не веришь в Бога, создай травинку. Вот создай хотя бы травинку. То, что потом вырастет, даст семечку и еще будет продолжаться. Мы не можем даже травинку создать. Очень. Он в каждой клеточке. В каждой, вот Ира, это правильное твоя слабо. Вот в каждой клеточке. Так что, уж мы-то, вот, пожалуйста, кила была. Висела, Ира, вот на этом пальце, вот здесь вот. Целый орех, да? Еще болючий, болючий, дотронуться невозможно. А мне постерушку, ну, хотя бы трусики надо простернуть. Я не могу вот этими вот костяшками, вот этой рукой, молились, молились. Целый год она была. Я ее обрезала, ну, с большим болью вспоминала, как в Антарктиде доктор заболел. Аппендицит. Сенкевич, его фамилия. Сенкевич? Да. Да ты чего? Ничего. Серьезно, да? Да. Это который вот этот, потяжительник. Да, да, да. Блин. А я знаю, что доктор, что Сенкевич, так вот, он сделал себе операцию. Ну, ему держали, помогали там кто-то, кто-то, кто-то. Мокрый, беспомощный. Ну, аппендицит. А я боюсь, боюсь. Ну, конечно, кровище, вот он за мной ходил, кровище это все подтирал, подтирал. А я салфеткой, салфеткой. И вот в три раза я опять растет, и опять растет. А потом уже, кстати, вот сидела я вот на этом месте, Наташе позвонила, я вот салфеткой вот так держу, кровь течет. А я Наташе говорю, кровище течет. И она, потом она сказала, я сама не знаю, почему тебе так сказала, читай, отче наш. Я читаю ей вот так вот в телефоне, вот так читаю. Ну, один раз только прочитала, она даже слышала, я думаю, потому что я так шептом, вот ченыш, там же я сидела. Один раз прочитала, раз, и больше с тех пор никогда крови не было. Но потом все равно мы молились, молились. Это, а, четвертый я раз, а я хотела хряпать. А у меня оказался, эта самая ножка-то, очень толстая. Вначале-то получалось у меня хряпнуть болью, они были тонюсенькие, как у гриба, эта ножка. А тут, эта самая толстая, не смогла я, очень не смогла. А потом она раз-раз, на твоих глазах, сейчас скажу, 18 января, в 5 часов вечера, вот так вот беру, и она без всяких, а он говорит, а где хотя бы, ну она же была, где место. А вот, Ира, вот здесь вот платформа сейчас осталась, вот эта вот, и вот она чуть-чуть сбоку, а если вначале-то думаешь, может быть, это онкология. Ведь я же не медик, потому что сустав вроде работает, ничего. А все это, Ира, не было больно. У тебя суставы стали лучше, ты пила какие-то эти травки, да? Какие-то суставы у тебя были побольше. Да? Я даже не знаю, что сказать. Вот, и 18 января, это ровно год прошло, как вот эта штука была, вот эта загадочная. И, ну, молитвы, мы даже и сейчас их говорим, Наташа говорит, какие-то молитвы, ну, убывающую луну, сейчас это какие-то просто вне зависимости от фазы луны. Это очень-очень помогает. Вот, я, наверное, утомила вас, товарищи, пейте чай. Спасибо. Все ли я рассказала? А уж так хочется. Ну, мы-то разговариваем же по телефону каждый день, по многу, по долгу. Вот. Ну, это вот как бы ты, мама для зрителя рассказывала. Да, 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 да. И зритель очень-очень так хочется, чтобы... Ну, вы к этим обратились, да, чтобы они тебе сказали о фамилии там, все-все прочее. Кто, кто? Ну, вторусские-то эти. А, нет, ну, вот это вот написала женщина Светлана Денисевич, и были ее родственники, мама. А, а дедушка... А, ну, вот это я не знаю. Это вот вопрос к Светлане, да. Да, вот. Ну, второй раз. Мы там много, мы там много это знали. Вот, я-то лично... Тем более, если они к вам в школу ходили учиться. Конечно, много она к нам ходила. Все, все, это самое, к нам сразу много... Мы вот учились, ну, первой до четвертого класса, а в пятом нас разделили. Два класса стало А и Б. Ева, ТВ или наоборот. Вот. А потом в седьмой класс опять объединили. Наверное, половина класса их было. Почти, что половина класса. Полукласса. Очень много. А мы же к ним уже и привыкли. Они же тоже уже наши. Виська Желтков, Генка Аброня. Желтков, а не Желтков. Желтков, Желтков, да? Да. Я думала Желтков. Кургузов, Кургузов, Федя Клинин. Аня Сивова. Да, их много, много. Это Зинка. Косюнина. Нина. Вы так помните. Да, я их все до новых. А мы даже... Вот если по Ира, а вот внутреннее зрение, вот их все помню. И я всех помню. Даже вот нашу школу помню, которые... Щербинки-то где были, помню. Ой, это наше счастье. Школа, вот я не знаю, как ты, но для меня это было... А у нас ведь не было этих дворцов-пионеров, как в городе-то и все прочее. У нас вся радость, это школа была. Это очень-очень хорошо, чтобы... Пусть семилетка, пусть это... И в образовании научились читать. Потом, это для нас... Уходили в мир воображения, вот когда читаем, придумаем, там, какие прерии, там, да, это самые... Садник без головы, там, или еще кто-то. И все, это при лампе. У нас не было света. В телевидении не было. У нас ничего не было. А когда у вас свет появился? Свет в седьмом классе. В шестом. В седьмом. Это в школе при лампе? Да. В школе при лампе. И керосиновые лампы, и при лампе дома. Поэтому, может быть, зрение немножечко и оттуда начало ухудшаться. Так вот, в седьмом классе это самое, дали свет нам. Ну, прекрасно помню, меня из школы выгоняли за это. А не знаешь, чего делать. Это не меня в седьмом классе, на парту. Ну, я помню это класс. Поставили, поставили, значит, это... Господи, здесь радость какая. Нет, они ручку, а помнишь у нас... Нет, ты не помнишь. Ручки-то были в чернильнице. А, значит, деревяшечка. А здесь железный этот самый, куда... И рот вставить надо же, да? Вот. Так ты все, кто не помнишь, наверное, не знаешь. Знаю. Вот. И они... Это... Вот, 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 господи. Лампочку отключили, и туда... И эти самые пробки все выбили. Бессовестные. И директор входит, а я держу ее. А зачем? Интересно же. А, интересно. Как, зачем? Нет, я естествоиспытатель. Нет, вот, вот, так нельзя поступать. У нас у девчонок и мысли такой не было. Но они ведь не знали, наверное, что такое токо. Интересно было. А нам с мамой. Вот хорошо, ручки деревянные были, а все металлические были. Вот. Все, взлепы. А за ручку держат, держат это... Я даже видела, как они вставали на парту. Нет, я сиди это делал. Прям патрон надо мной висел. Сидел за партой. Тупый человек. Ну, хорошо, что у меня. Вот. А нам, да, дали с мамой. Мне кажется, в последнюю очередь, ну, там тоже и денежку, наверное, надо. А у нас же нет, нет, вообще мы с ней бедненькие были. Ой, Ира, когда дали, это включила мама в семье, а мы с девчонками, слушай, зимой это ли было или летом, не помню. Зимой, наверное, все. Да, мне тоже кажется, зимой. И девчонками радовались за меня, потому что у них уже, ну, Надька Малевкова, она богатенькая была и все прочее. И все уже были со светом, кроме меня. И мы, ой, вот дальше, дальше отходим к дороге. Ой, свет, ой, свет. А еще, знаешь, у нас нет этого лампа. Обыкновенная лампочка, и все было. И так радовались. Вот это счастье. Так что мы такие допотопные. У нас не только там газ или чего. Свет-то появился вот в седьмом классе. Я училась в седьмом классе. Вот так, как много, да, на вашем веку-то новостей-то произошло. А еще от телефона появились. Нет, ты говоришь, в седьмом классе. В седьмом классе мы в одном классе учились с тобой. Да. А в шестом классе, это мы учились, вы как раз над лестницей были в ваш класс. А я вот напротив кабинета директора шестой был, как раз вот, когда дали свет в школе. Да? Да, 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 в шестом это было. Значит, в шестом. В шестом, шестом. А вы еще тогда пакостили в седьмом, потому что я помню. А в седьмом-то нет, уже нет. Не пакостили. В седьмом-то мы на первом этаже, около входа, сразу справа. А там нет. Справа, да. Там уже меня за указку выгоняли. Это ты какой-то неприличный человек, товарищ. Я такого не люблю. Разводись, мам. Я люблю порядок. Но, но, хорошист он был. Мальчик, у нас, когда мы были в шестом классе, нас фотографировали на доску почета. Вот, значит, из седьмого класса Катька Васюнина. У нас вот Катька, Натька, ну вот так у нас. Так звали друг друга. Так звали, да. Катька Васюнина была из седьмого одна. А из шестого, а из шестого б, вот и я, теперь Кузьмина Лариско, Кузьмина Лариско, Аня Сивова, Шура Егоршина, Таня Аблясова. Таня Аблясова, и ты, один мальчик, был. И нам фотографии, а фотографии-то тоже ценность. И мне дали фотографии, в смысле нам. И его мама привезла фотографии. Так что мы отличники. Нав даже таки почета. Ну, я вообще удивлялась, если бы меня не это самое. Надо мной однажды подшутили. Правда, что я была в начальных классах, Антонина Федоровна, потому что я к ней подошла. Ай, тебя там, ох, зараза, какие кто-то подшутил. Тебя там на этой газете чего-то пропесочили. Ты знаешь, ну такая, ну я доверчивая вообще, видимо. Вот, я, Антонина Федоровна, я говорю, чего вы там меня-то ругали? А ты читала? Нет, еще. А мне опять за хорошую учебу и примерное поведение, все прочее, опять я молодец. А зараза, кто-то решил подшутить. А это из зависти, это твои хитеры. Вот оно откуда идет. Вот, да, да, да. Вот. Еще чего хотела рассказать, Ирочка, тоже. Обязательно все товарищи знайте, знайте. Вот недавно, три дня или четыре дня тому назад, в медицинской программе было написано. Образуется в почках, ни в коем случае не пейте, никакие лимонады, никакие чипсы не кушайте. Если что, просмотрите Россию-1, мне кажется, программу медицинскую. Эти, как камни растут, как в пещерах, как сталактиты. Сталактит, как сталактит. Прямо вот, что мы едим, это очень важно. Что мы там пьем, какие лимонады, ни в коем случае. А еще детям, ни в коем случае, это не напиток, не для детей. Дети, костной ткани, это самое, не образуются. Не образуются, в смысле, это нельзя, только воду. Им захотелось пить только воду. Это напиток не для детей. Вот, а еще кто-то спросил, когда обращать внимание на остеопороз? Остеопороз, это умывание кальция из-за этих костей, да. Вот. Когда? Это доктор Моснякович. Это педиатрическое. Это прямо вот с детства. Вот питать молоко, молоко хорошее, натуральное, конечно, творог и все прочее. Вот ни в коем случае никаких этих лимонадов. Все правильно питаться. А у тебя зубы вот все время достаточно хорошие. Это тебя с детства молоком поили? Молоко очень любил. А я помню, ты по трехлитровой банке в день мог водить. Да нет, он просто из этой баночки. Не трехлитровой, а крынку я целую выпивал. Бывал. Ну, не сейчас-то, конечно. Нет, это очень важно. И потом еще, знаешь, чего? У меня же корова своя была. Еще важно, не пьют, не курят. Потому что, во-первых, не пьют, не курят, это вымывается. Курение и алкоголь, он вымывает тоже кальций из организма. Вот, и еще что для вас. А, часто, не болеющие часто. Вот кто еще болезненный? Вот эти лекарства тоже вымываются. Это очень много там этих... Что-то не сглазь бы у меня ни одного перелома, у меня не было костей. Никогда еще. Я сейчас здесь, у меня, ну, ребята, друзья-то мои, блин, там, ключицу или рухну сломала, а у меня что-то нет. А, зубы тоже почти все целые, да? Теперь уже штук сейчас не хватает. Ага, но все равно, вот это вот у тебя не протеза. Нет, у меня ни одного искусственного нет. Был один, но сломался. Вот, очень, очень, мне даже нравится. Я с ним иду, такой прекрасный. И мне кажется, это мое достоинство. В смысле, мое достижение. У хорошей жены всегда муж хороший, да? И я говорю, одеусы, хотя и слепые, да? Это светлые брючки, светлые, да, эти самые, футболочка. Само уж я не знаю, как. Дай слово мужу. Запомнила слова, да? У хорошей жены всегда муж хороший. Я плохой, когда, значит, ты была твоей плохая. А когда ты плохой? А ты на меня всегда наезжаешь. Я наезжать, а иначе вы испортитесь. Как Сережка-то говорила, раз в неделю нас надо пушить. Против шерсти гладить. Я как раз ее с ума беру примерно. Он правильное слово, кстати, он правильное слово сказал. Иначе вам скучно будет. Так что, ну я знаешь, чего, по гости-то говорю, только дома. Вот подходим, подходим к дверям. Попробуй, я на улице. Он меня оставит, а я и не дойду. Людей просить. Ой, доведите меня. Ну да, нет, 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 я такая, я такая лебезирустая. Лебезю и лебезю. А что подел? Дипломат. Называется это. Иначе скоро вот за пенсию идти 20-го числа. Опять вот так вот. Вот так что он поведет. Куда деваться? Да, правильно, хорошо. И это важно, что у него хорошее здоровье, да. Чего-чего-чего. Очень важно. Очень важно. Хоть это самое. Ну, я бы, если бы видела, я бы тоже дошла до сберкаста. Получила свою эту пенсию. Вот. Ну, что делать? Вот это значит. Мне, наверное, кто вас не видел, опять начнут писать. Вы придите, у мамы уберитесь, сделайте ремонт. Сейчас. Нечего им, нечего им говорить. А нет, все... Мы сами в состоянии все сделаем. Все, нет, дело в том, что, как бы сказать, дай Бог, вот нам, вот даже мы с ним, знаешь, как, дай Бог держаться, вот как есть, вот не было бы хуже, вот не было бы хуже. Все-таки мы старенькие. Ну, можно сказать... Ну, я помню, мы что-то начали тут убирать у тебя, да, перебирать, да, выкидывать. Да, мне надо. Ты на нас так наехала. А мне надо, Наташа... Сейчас вы наведите порядок, все, все, хорошее порядок. Она-то ей запомнила, как туда положила, там она и возьмет. Она же не видит. Она же не видит. Она привыкла к тому, что сейчас есть. Ирочка, дело в том, что это, если уж быть рядом, это просто обслуживающий персонал, больше ничего. Ну, по-другому, у меня эти вот шубы, вот здесь вот есть шубы, я эти вот банки-то, вот твои эти, как их называют люди, они видят, а я эти вот не вижу. Я вот нащупала... А, кстати, чайный гриб очень вкусный и полезный. Это ферментированный продукт. Ирая, ферментированный? Я знаю, но у меня от него изжога. Я сколько раз пыталась его завести. Я даже помню, Сережа маленький был, я его, когда промывала, положила на тарелочку. Не знаю, что уж он подумал, он стал его есть было, потом стал плеваться. Вот, но я вот из-за этого запомнила, что были у нас чайные грибы, мы их пытались воспитывать. Это дело в том, что готовят, ну, по телевизору то и дело, рассказывают и с имбирем, и с мятой, и чтобы... Я любила с красным каркаде, да, это очень вкусно было. А Сережа, да, и пил. А потом, у тебя не должно быть повышенной кислотности. У меня-то нулевая. У меня понежно... В том году я детям настаивала, вот, или когда в пандемийный год, тогда ты мне его сосватывала. В 20-й год, в 20-й год ты была. Да, раз в неделю я им потом заливала в бутылку и в холодильник ставила. Это в Индии, ну, или за границей, там, в другие, по-английски, комбуча они её называют. И комбуча, с чем только там не гонится, тоже продаётся в магазинах. Это очень полезный продукт. И ещё чего полезное, очень ферментированная капуста, квашеная, очень хорошая. Я лично и делала, и делаю, даже вот слепая, да, и я всё равно делала капусту. Знаешь, чего, туда ещё добавляю своклу и морковку, и это самое, очень полезный продукт. Так что, если что, сделай. Да и вкусный, надо бы сказать. Да. И Наташа, знаешь, что мне рассказывала? Мам, хожу по магазину, апельсин, может быть, я чувствую, чего-то хочу, но нет, нет. Как стало твою капусту? Видимо, в капусте столько витамин С, да, нужно было. Да, столько вот нужных. Там, кроме С, ещё много-много всего. Вот, всё, и у меня уже хожу по магазину и спокойно смотрю на то, чего... Ой, надо это купить, и это, ну, типа фрукты там какие-то, вот. А чувствую, что это не то, не то, не то. Вот капустой я их избаловала. Пусть на ощупь, всё. А ты сама режешь, да, её? А у меня же доска есть, хочешь покажу? Вот так, пищик-пищик-пищик. Ладно, у меня такая тоже была, я когда здесь жила, я квасила. Ай, она сейчас у меня находит. А, ну и славненько. Если хочешь, я тебе отдам. Да не хочу я, не хочу, и что? И я даже знаю, где находит, я всё знаю, где находит, если я сама положила. А если бы вы порядок навели, она бы уже и в арсильности была. Не надо бы в арсильности. Наташа, два мешка выбросила. Конечно, мне очень жалко эти вещи. Она была, было или три раза она наводила на порядок. Не надо, идите и у себя наводите. Порядки. А, Наташа знаешь, что говорит? Слава Богу, что у вас есть где наводить порядок самим. Ой, Ира, как мы рады, что ты отдельно в трёхкомнатной квартире королева. Королева. А Наташа давно уже отдельно. И мы так радуемся. Ой, прямо не знаю как. Очень здорово, очень здорово. Да, а я тебе говорила, но вот я не взяла сейчас этот телефон с фотками. Мы были у детей на даче, жарили креветки, так хорошо. Вот, замечательно. Ой, ребята, спасибо вам большое, что вы такие золотые. Наши внуки. Слава Богу. Слава Богу. Мы с отцом часто. Серёжа, какой молодец, не пьёт, не курит. И о Людуизе говорить нечего. Ой, какие молодцы. А у людей-то. Ты знаешь, сегодня как раз рассказали. У нас в Ленинграде. Да ладно, что вы такое-то рассказываете. Ну, можно рассказать, можно. Это че-то тизер, все смотрят, все смотрят. Нет, нет, вообще. Маму ужас это я тоже смотрю. Давай не надо ужас. Нет, она любит смотреть вот эти передачи про убийство, расстрешили. У меня с утра до вечера, кто-то слышал это. Нет, это конец. Я это не люблю уже. Когда это самое, когда звонишь маме, она говорит, у меня сериал про умную собачку. Или вот конецкий. Умную собачку она забросила, конецкий. А, нет, умную собачку, Ирочка, умную собачку нужны глаза. Нужно все это видеть. А, ну да. Вот как они... А конецкий рассказывает хорошо, конечно, криминальные истории. И я уже сейчас по телевизору включаю, если Наташа... Ой, мам, посмотри, пожалуйста, там Янковский играет, там какой-то... Но они там много эмоций, много поворотов головы и все прочее. Я еще когда-то видела, и то я не досмотрела. Это какой-то фильм забыла я. Вот, там, мне кажется, Гурченко играет, там кто-то его жену играет, этого, как будто бы Янковского. А полеты во сне и наяву, вот, посмотри. И опять начала смотреть. Слов-то нету, а остальное-то я не вижу. Я говорю, нет, Наташа, не смогла. А вот где я? Ну, слов, и я понимаю, я же помню там какие-то... Иван Васильевич меняет профессию, великолепный фильм. Даже пересматривать. Или «Любовь и голубей». Очень хороший фильм для меня. И как эта Надюха-то там, эта сама страдает. Ой, господи. А я в это время, я еще когда видела, да, они сыграли хорошо это страдание, эту измену. Хорошо сыграли. И в это же время, этот Михайлов он видел, да, Михайлов? Александр Михайлов. И свою жену бросил, молодой женился. И в это же время. Это же... Ведь что ты не понимал, что это больно. А его жена, первая, это Вера, она дочь адмирала. Ведь может быть... Ой, конечно, извиняюсь. Может быть, без этой дочери адмирала, может быть, и его бы не было. Он, конечно, хорошо играет, говорить нечего. Но нельзя уж такую боль-то создавать. Вот как. Некоторые люди, они как бы не хотят обидеть супруга, но они хотят просто себе радость принести. Ну вот, принес. И встречают нового человека. Он когда-то встретил, сейчас у них там дочка родилась. Ее назвали Акелина. Акелина. Когда его спрашивали, ей, наверное, сейчас лет 20. Ну, она поздняя, поздняя, вот этой, более молодой этой жены. Вот, Акелина. А сейчас она сама себя назвала Ярослава. Ярослава. Я бы тоже, если бы вы меня Акелиной назвали, я бы тоже поменяла. Я еще понимаю Акулина, да? А Акелина, а я смотрела... А Акелина, а то Акелина. И вот, а его когда спросили, ну там, а почему его так назвали? Это в Святцах. Хотел выделиться, выпендриться. Ой, извиняюсь, конечно, я его люблю, люблю. Александра этого, как и Михайлова, я очень люблю. И вот, Акелина, это в Святцах было написано и все прочее. Она, как получить паспорт, она стала Ярославом. Ну, как... И молодец. Ну, имя-то такое не очень богозвучное. Приятный им, Желегаслава. Дети нам его дразнили. Да, внебрачная дочь есть. И вот они, внебрачная дочь Анастасия, и вот эта Акелина теперь Ярослава, так они поют хорошо. Ну, она-то маленькая, более маленькая, в смысле. Сейчас-то ей, я не знаю сколько, ну, может быть, 20 лет, может быть, это... Может быть, чуть-чуть. И фильм-то был давно поставлен. Ну, может быть, даже уже ей старше. Вот. А мы с ним ходим. Идем сейчас... Ира, не хватает мужчин, уж честно говоря. А вот даже в мое время на этих 10 девчонок, по статистике, 9 ребят. А сейчас-то совсем меньше. Я думаю, надо как в восточном, в восточных этих самых странах, мужчине позволительно 3-4 жены, да? Чего это ты? На такую-то зарплату? Вот именно, да, вот именно. Особенно на пенсию, да? Да, да, а в профессии говорить нечего. А я, Наташа, это сказала. Только под тем же правилом, как они, должен мужчина позволительно 4 жены. Там, у них там... Ну, где? Где это самое? Вот. И чтобы он одной, а серьги купил, и всем посерьгал. Одной. Но это надо вырасти с таким менталитетом. У тебя сейчас просто гормоны немного заглохли, а так вот и космота повыдирала всем этим конкуренткам. Да вот. Вот у Сереги, мы сейчас было 4 жены, и он квартиру-то не купил. Не... Ты бабка. Ну, я вот что хочу сказать. А их надо 4 квартиры. Когда я Наташу это рассказала? Мама, да они бы себя-то... Это самое... Вот именно. А я на прямом глазе. Ну, что делать-то, раз их мало? Надо же... А они бегают туда-сюда, туда-сюда, бегают-бегают. Вот. Вот. Там где? Это только надо 4 работающих тогда жены, чтобы они тоже... Чтобы они его содержали, да? Да-да-да. Вести все в дом. Все своему падишаху. Ой. Ну, у нас и женщины... Не могу с вас. Ой, ой, мелька. Женщина у нас замечательная. Ой. Они хоть сколько содержат. Ну, умные, хорошие. Такие целеустремленные. И мне нравится, все-таки я же много читала и вот о царской России, все прочее, ходу им не давали, этим женщинам. А сейчас, пожалуйста, работай, зарабатывай и все прочее. Вот. Правда, пенсию не даем. Ищи в это время богатого мужика. Пока работаешь, зарабатываешь, чтобы потом сесть на шею. На пенсию. Когда на пенсию выходишь, ты уже богатым, ты не нужна. Там молодые стоят. На тятки наступают. Да-да-да, это точно, это точно. Короче, учиться жить самостоятельно самодостаточно. Случился мужчина, очень хорошо. Не случился, жизнь не рухнула. Ирочка, а ты смотрела, вот когда-то, ну сейчас уже не показывают, в связи вот всяких политических событий, есть такая народность МОСа, МОСа, народность, около Китая, мне кажется. Китая, да. МОСа, ой, ой, какая интересная. Они там замуж не выходят, у них такой, это и самый, с мужчинами, с понравившимся мальчиком, там девочка знакомится, там родит, но он с ней побудет, утром должен убежать домой. Ну ты это знаешь, да? Я смотрела, я обожаю это племя, мне так нравится их устройство, редкое племя, конечно. И они рассказывали, что хотели нас, когда там это, чего-то, хотели нас, чтобы мы с семьей выжили. Нет-нет-нет, мы устояли, прятались. Там также рис, рис они растят. И постоянно, ты заметила, у них ни убийства нет, ни отревности, ни ничего, буквально. За девушек просто борются. Она может даже там и выбирать, и второго себе назначиться. И там никаких этих самых... Ой, да, вот, друзья, вы посмотрите, поищите племя МОСа. Вот так вот, прямо так и называется, МОСо. Я раза четыре смотрела. И постоянно эти... Очень хорошо была снята передача. Снята, ой, великолепно. И мы... Ой, и одна девушка, значит, ну сделают бы он ребёночки, а то хочу, чтобы он мне... Да, там нету. Дети остаются, ну как бы им, они говорят, мы и мальчикам рады, но девочки, если рождаются... Я помню вот эту фразу, мы мальчиков любим, но девочки, ты знаешь, астрадыхаем. Я тоже, я несколько раз смотрела эту передачу. Уникальное племя. Да, и потом они постоянно смеются. Им огорчаться-то нечего, у них никаких районностей, они так живут. А ещё мне, они на зиму, у них была зима или нет, не знаю, но они в городе устраиваются официантками и всё прочее. Вот. И денежку зарабатывают. И как-то вот нет у них вот грусти. Какие-то их праздники показывали, как они наряжаются, нарядные. Да, да, да. А потом селинюшку, помнишь, это самое обыгранчивое-то... Девочка подрастает, ей сразу отдельную комнату дают, чтобы она водила молодого человека, чтобы были дети. Но не жениться. Да, 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 не жениться, там нет, там нет. И очень хотят, чтобы... Ну, может быть, он мне сделает ребёночка. Вот очень. У них как-то вот, ну, по правилам. Не то, что уж в эту комнату там человек 10 балится. Нет, там этого нету. Мы с Наташей... Они не ведут, короче, общее хозяйство с этими мужчинами. Нет, да. Романтизм, возможно, остаётся какой-то. А мальчик, вот у них, кстати, в этой семье, от которой шла вся эта информация, и съёмки, и всё прочее, у них ведь дядя. Он тоже уходит на ночь к кому-то, но приходит в материн дом. Ну, потому что он там был выращен, да. А ещё чего я заметила, Ира, у них там, значит, свет есть, телевизор есть. Мы с Наташей в восторге от этой народности. И не надо ни страдать, ни переживать. Иди, пожалуйста, куда хочешь. Вот очень, вот пусть посмотрят твои... Зрители. Зрители, подписчики. Подписчики, да. Вот очень интересная народность, просто мы в восторге. Да, да, да. Сколько лет назад я смотрела эту передачу, до сих пор вот всё это помню. Ну, почему-то разоч... Вот я-то единственное, я люблю запоминать, на каком канале, на каком канале это... А вот не помню, на каком же это канале-то было. Но я тоже, мы с Наташей смотрели, и до сих пор в восторге. Чуть не каждый день вспоминаем. Вот им не надо ни страдать, ни переживать, ни это самое. Ушёл такой паразит, пришёл. Они... всё у них хорошо. Единственное, знаешь, чего сказали? Ну, почему этих свинюшек им побольше не вырастить? Всё-таки это деньги бы... А мы с Наташей, знаешь, к какому выводу пришли? Начнётся богатство. Богатство сразу... Сразу начнётся в рабство этих свинюшек. Нет, мне кажется, они очень мудро вступают. Не надо нам лишнее, чтобы не выросло, ничего не было. Вот так. А был такой, ты вспомни как-то. Это как помните, вот в анекдоте негр лежит под пальмой, к нему подходит, говорят, что ты бы мог собрать эти бананы, да, там заработать, потом плантацию и продать, стать богатым. Он, а зачем? Ну, потом ты бы спокойно лежал под пальмой. Он говорит, так я и спокойно лежу под пальмой. А что я сейчас делаю? Вот, обязательно надо потрудиться, потом нанять пароход, потом папу везде идти бананы продавать. Я помню этот анекдот. А потом это самое, и для чего? А потом спокойно сидел бы под пальмой. Вот, очень даже здорово. Корректор А. Продолжение следует...